Всем привет! С вами снова, как всегда, главный администратор сообщества Split Decision Игоренков Михаил. В напарниках у меня, как всегда, Арсен. Арсен, привет! Привет! Привет всем! Возрождаем потихоньку старую традицию записывать такие подкасты с разборами по итогам, собственно, прошедших на неделе турниров. Постараемся, скажем так, особо не размазывать, но тем не менее подробно побежаться по всему интересному, важному, то есть по прогнозам, по лайву, по каким-то остальным моментам. Поэтому, сразу, моментально, хочу так, краткий, скажем так, перечень тем обсуждаемых озвучить, чтобы тот человек, которого времени немного, важный для себя мог услышать по результатам и, соответственно, вырубить нахрен. Вот, что касается платных прогнозов, на текущей неделе у нас был Fight Night CCB, M1 и UFC. На все эти турниры был дан только один платный пакет, а именно на UFC. Если результаты по нему в плюсе, то есть именно при матч-прогнозе, это, соответственно, уже более подробно мы дальше обсудим, какие конкретно, под какой процент и какие именно были события. Вот. Ну, те, кто, собственно, хочет сам посмотреть, он может спокойно зайти в раздел обсуждения статистика платных прогнозов. Там ссылка на аккаунт в BetonSakis и там, собственно, все результаты уже есть. То есть можете смотреть там свободно. Вот. Что касается лайва, в целом, если по итогам всех четырех турниров он также в плюсе, единственное, что именно на конкретно на UFC, если это кому-то особо интересно, получился минус достаточно серьезный. Но в целом, так сказать, там по итогам пока всего текущего месяца, когда мы начали внедрять платный лайв, там больше 20% плюса. Поэтому, как бы, обидно, но не смертельно. Это тоже в дальнейшем по подкасту обсудим, почему так получилось. И у меня было время, так сказать, это проанализировать. Вот. Также хотел бы отметить, что у нас на сплите, как это всем известно, проходит турнир прогнозистов. Вот. Сейчас идет девятый сезон. Начался он с турнира Льюис против Брауна. 19 февраля. Осталось до конца именно этого сезона три турнира UFC, поэтому я уже анонсировал десятый сезон. Если вы видели такие таблицы с залепленными лицами, там, да, там, с участниками около 15 человек, то вот это он и есть. Любой желающий может принять участие, а также условия вы можете почитать в обсуждениях сообщества. Если у вас какие-то вопросы будут, задавайте, обязательно на них отвечу. Сейчас, пять секунд. Вот, в целом, как-то так. По большому счету, я, конечно, уже по подкастам, те, которые мы записывали на прошедшие турниры, слабо могу вспомнить, кто конкретно что говорил, кто что советовал, рекомендовал. Но, тем не менее, один из подписчиков после турнира решил нас отблагодарить. Зовут его Алексей, фамилию, наверное, я озвучивать его не буду, захочет, сам напишет. Вдруг, как бы, ну, как бы, не знаю, не хочет же афишироваться. Но, тем не менее, после турнира написал, поблагодарил, сказал, что, ну, не без нашей помощи смог с этого турнира поднять около 60 тысяч. Поэтому, поделился с нами своим выигрышем за донатил 2000 рублей, сумма немалая. Вот, и я лично хочу выразить ему благодарность, потому что, я уже объяснял, пацаны участвуют в подкастах, как бы, ну, просто так. Ну, и у меня нет возможности им за это платить, за этот контент, потому что сам я его никак не монетизирую. И, соответственно, как бы, прежде всего, наверное, эти донаты ребятам, ну, соответственно, помогают в чем-то. И, как бы, создается ощущение, что не зря они все это делают, не зря они пратят на это время. Вот, как-то так. Безусловно, если можно пять копеек ставить, я бы так же хотел поблагодарить Алексея. Безусловно, ты правильно сказал, это все-таки мотивация для нас. И, вообще, просто хочется сказать ему большое спасибо. Да, ну, здесь даже вот именно сам факт того, что вот именно выкладки оказались для кого-то полезны, вот какую-то информацию смог от этого выудить, свои какие-то дополнительные там ставки сделал, да, то есть, грубо говоря, я в очередной раз повторяю, подкаст – это не призыв к действию. То есть, мы там конкретные… Это лишь информация, как раз мы шли. Да, мы прогнозы не даем и очень радует, что именно люди могут подчеркнуть оттуда нужную им информацию, полезную, которая в итоге приносит им пользу. То есть, у них есть, грубо говоря, возможность подумать самим самостоятельно и сделать правильные выводы. Это очень радует, что кому-то этот контент полезен, это вот именно поощряет на то, чтобы дальше это продолжать делать. Ну, и так, помимо, конечно, Алексея, люди пишут, говорят спасибо там за подкасты, за просмотры. Я абсолютно не призываю всех и каждого там донатить. Это дело абсолютно, скажем так, добровольное. Кто хочет тому, как бы, тот делает. И за спасибо я говорю всегда «пожалуйста». То есть, мы это делаем для вас, нам это самим интересно и очень радует, что это кому-то приносит пользу. Вот такое, собственно, вступление. Радость, что можем быть полезными. Да, ну а теперь, наверное, по порядку, да. У нас, соответственно, турнир начался с Fight Night. Вот. Так, пять секунд. Блин, не то. Все, открыл Fight Night, забыл, понял. Так, а где группа, да, официальная? Вконтакте, Fight Night. Да, Fight Night Global нашел. Вот, прошел турнир Fight Night Global, главный бой вечера Хамитов против Алибекова, в Камейн-Ивенте Фалькао против Минеева. Ну, достаточно такой интересный турнир, хоть и проходил в Владивостоке, было много местных ребят, особо неизвестных. Ну, вот как-то так это все получилось. У нас за отечественные турниры отвечает Арсен. Вот, я там помогаю, как могу, но все равно основной момент, как бы, это все идет от него. И по лайву, и по каким-то примачьим рекомендациям, если они есть. Вот, по статистике платного лайва у нас на этот турнир было дано общей сложности 6 рекомендаций по ходу турнира. Принесли они плюс 4,5% к банку. Наверное, можно именно пробежаться по боям, которые рекомендовали, да? Да, конечно. Вот, там, соответственно, первая ставка была на Дмитрия Горобца, под коэффициент 2,62, под 1,5% от банка. Что вообще можно сказать по этому бою, Арсен? Как вообще, как бы, откуда вообще было, какие были выводы именно, почему ты остановился выбор именно на нем? Что тебя к этому сподвигло, если ты вспомнишь? Ты знаешь, буквально за секунду, на пару секунд я даже застопорился и не понял, что же там происходило, даже не вспомнил. Потому что у нас был такой марафон, что я даже не помнил этот бой. Но теперь я вспомнил. Дмитрия Горобца я разбирал, и мне помогали. Эти люди знают, кто мне помогали разбирать этот турнир. Пойдем, спасибо. Дмитрия Горобца мы разобрали, увидели в нем потенциал очень хороший. Очень классный ударник, очень жесткий ударник, который может как гранатно вести бой, как с ударниками очень хорошего класса, так и противостоять неплохим борцам. В общем, взвесив все за и против, мы увидели, что тут коэффициенты не поделывают, что андердог, ну уж точно должен быть, не должен быть андердогом. Как минимум, там близкие должны были быть коэффициенты. Что бой и показал, он уверенно его завершил. Поэтому как-то это уже приматч после разбора, я даже не сомневался в его победе. Просто взяли и прошло, все на изи. Да, я вот как раз специально видеонарезочку тут показывал ребятам, собственно, кто просматривает, чтобы понимали, о каком бой идет речь. Закончил он с Абмишина, по-моему, в первом раунде, да, если не поймешь? Что-то такое, если не знаю. Да, следующая ставка, она была такая рискованная на Константина Юрченко за коэффициент 7,4 по полпроцента от банка. Ну, как бы она ни зашла, вот, ну, как бы коэффициент был манящий, хороший по ходу боя. Именно поэтому брали по 0,5% от банка, вот, и, ну, коэффициент был абсолютно не по делу. Чаша весов склонилась то в одну, то в другую сторону, вот. Ну, чуть-чуть не свезло, точнее, могло повезти, но в этот раз не улыбнулась фортуна. Но, тем не менее, этот риск стоил, стоил того, чтобы вообще рискнуть и поставить. Да. И поэтому, собственно, и взяли. Абсолютно согласен. Вот, далее у нас, получается, была на Михаила Кабаргина ставка под 1,24 коэффициент, под 5% от банка. Ну, там, я так понимаю, просто был какой-то фаворит прям жесткий, там, без вариантов должен был. Да, именно под это мы и брали, под 5% от банка. Но, ей-богу, честное слово, у меня картины боя даже в голове нет. Ну, там как, там вот именно фаворит, ну, там был Калинин до матча, я сейчас вспомнил. Все, вспомнил, вспомнил. Да, там, думаю, этот Калинин, который в татуировках-то перекачивает. Да, да, да. Но уж очень сильный, вот именно Кабаргин, грамотно разбирал на нужной дистанции, ну, это прям в одну калитку бой, конечно, проходило. Так как Калинин, все-таки, там, любительская база, как я понял, не самая сильная. А Кабаргин, как отметили некоторые наши ребята, которые были в лайве, он, там, мастер спорта по боксу был, да, и мастер спорта по кикбоксингу, кажется. Там, и еще, пусть, плюс погрепленный как-то двигался, там, на уровне своего края или области, вот, или округа. И поэтому по бою хорошо пережил натиск Калинина и сам уже завершил бой. Да, причем, да, там была досрочка, вот именно, прям, вот, буквально за секунду до досрочки мы, собственно-то, его и забирали. То есть там вообще, там, жб-жб-шно, пусть даже под такой процент. Да. Далее была ставка по 2,5% на Евгения Шоломаева, вот. Да, хотел бы сказать по этому бою. Угу. Очень долго разбирали мы этот бой при матче до турнира. Склонялись к Михайлидису, постоянно склонялись к Михайлидису. Их при матче забирали в свои экспрессы, ну, вот кто забирал, ребята, Михайлидису, в том числе и я. Но все-таки сомневаюсь, потому что Евгений Шоломаев, он трехкратный чемпион мира по кудо, если я не ошибаюсь, или трехкратный чемпион России по кудо, кажется. Вот, вот, правильно говорить так. Угу. Все, рекорд был 4-0, выигрывал, кажется, Кубок России по СБ и ММА, если я не ошибаюсь. Но я не знаю, по какой версии там был Кубок России. Я просто не знаю, там существует несколько версий, или одна-одинная федерация. Вот. И все-таки были сомнения, потому что все-таки ударник элитного уровня, видите, трехкратный чемпион России по кудо, это что-то дозначит, точно. Почему мы склонялись при матче к Греку? Михаили здесь, в принципе, себя показал очень хорошо, он очень габаритный средний вес, очень мощный средний вес. Он уже удивлял нас в бою с неплохим, с хорошим, скажем, ударником, Аргим Адаевым, который выступает в Ахмате. Это боксер, он был, ну, из бокса пришел в ММА, он был третьим номером по России, третьим номером сборной. И в том бою удивил, причем там сам Кадыров вмешался в бой. И второй раз даже Михаилидис наклонтировал, считай, из-за боя этого. Вот. И поэтому, все-таки, у нас уже было от чего-то, от того, что мы Михаилидиса примать убрали. Но вот побои, как только началось, что-то как-то потряс его, кажется, Шаломаев. И тут я все-таки трогнул и решил наш Шаломаева дать все-таки по 2,5% от банка. Ошибся, признаю. Буквально через несколько секунд после того, как я дал рекомендацию на него, Михаилидис перевернул. Понял, что к чему, что в ударке здесь не стоит работать. То есть, понятно, что у человека работает голова, бойцовский интеллект петь. Перевел в партер и завершил бой. Все красиво, все отлично прошло у него. В лайве я ошибся, не знаю. Ну, бывает, собственно. Что можно сказать. Ну и далее там, как бы, все просто. Была ставка на Владимира Минеева по 5% от банка за коэффициент 1,4. И была ставка на Магомед Сайдита Лебекова за коэффициент 1,37 по 5% от банка. Если можно сказать, считаю, что были даны очень хорошие коэффициенты. Я ожидал, что будет меньше коэффициент, будут меньше коэффициенты еще в подкасте. Я говорил, я там говорил о всяких теориях заговора, о том о всем. В общем, теории заговора, друзья, подтвердились. Можно так сказать, отчасти, отчасти. Все видели, что происходило по бою Владимира Минеева. Я не говорю, что там был ворк или что-то такое. Нет, не нужно. Главное, что Минеев прошел. Причем очень жалко Фалькау. Я понимаю, что за бабки продать бой, но не за такой урон, конечно. Не за такой урон. Фалькау, в принципе, не действовал по бою. Но никак. Держал дистанцию с хорошим ударником, что для него это было равносильно смерти. Что и показал бой. А Магомед Сегид Алибеков, я, честно говоря, ожидал от него более, так скажем, сильного напора. Более, скажем так, что он будет более лучше вести бой, более четче. Но, тем не менее, кто-то может сказать, что он уверенно забрал бой. Да, там была уверенная победа тоже, как по мне. Но я думал, что он будет все-таки лучше. Куату Хамитова стоит отдать должное. Мне понравилось то, как он работал своим джебом. То, как он держал на дистанции, но, тем не менее, этого не хватило, потому что там габариты решили. Решила дыхалка хорошая у Алибекова и решила борьба. В общем, тут все по делу. Под 5% от банка не сомневался и прошло очень хорошо. Ну да, и там, собственно, надо отметить, что Куат Хамитов-то выходил в желтой карточке, то бишь уже минус балл до боя, поэтому там как бы... Поэтому с такими условиями такой коэффициент вообще за здравствуй. Ну и вот получилось за этот турнир дать, по сути, плюс 4,5% к банку. Как бы это очень хороший результат, как по мне. Даже 4,5. Да, да. Ну, 4,48, округляем 4,5. Вот, следующий турнир у нас был ACB Young Eagles 17, 50, там, что-то 58, типа, да? ACB 58, Young Eagles 17. Я не знаю, там просто бои такие слишком уж совсем малоизвестные. Может быть, мы так в целом по результатам пробежимся, а вот именно уделим, наверное, внимание двум последним боям, чтобы особо не размусоливать. Да, давай, да. Ну там, то есть, в целом, сначала начались плюсы. Ислам Мешев за 1,54 коэффициент под 1,5%. Потом была ставка на Александра Грозина за 1,83, под 1,5% не зашла. Подняли на Курбане Ибрагимове и Азамате Кирефове. По 2% брали коэффициент 1,52-1,25. Дважды обожглись на Азамате Амагове, брали его изначально за 1,26, по 2%. Потом еще накинули процентик за 1,79. Подвел. Да, ну там уж больно, как бы, габариты сыграли, именно вот и клинч, переводы в борьбу. На ложе противник сильнее, как бы, физически. Вот, хотя в ударке Азамат был очень хорош. Не положил. Надо дать ему должное. Да, ну и тут, как бы, самая выгодная ставка этого Турика была на Филиппе Крузе за коэффициент 3,84. Там, собственно, был момент такой, что, во-первых, там Черкесов уже очень, уже очень сильно там много урона получил. Очень много урона получил, был близок, скажем так, к проигрышу. И плюс у него же балл сняли. Я уж не понимаю, из-за что. Да, и плюс он, что мог у него, ну, когда мог он удосрочить, он не смог его удосрочить. И Бразилий оказался крепким, когда он его там повалил и начал забивать. Уже очень сильно, видимо, там просел он по кондициям, по дыхалке. Вот, и вкладывался, видимо, сильно. И Бразилий просто на опыте. Крепкий оказался и на опыте взял бой. Да, просто передышал, пережил этот урон, как бы уже вымотавшегося, вымахавшегося соперника, смог удосрочить. Ну, отличная ставка прям вообще, просто прям песня. Ну, и как бы Аскар Аскаров, который шел достаточно крупным фаворитом, после там проблем в первом раунде, коэффициент у него поднялся до 1,41. Ну, и забирали его по 2% также. Ну, итог всем известен, задушил это не Леоня, там, как это, будет Райангал, Некрэнк. Очень красиво задушил. Ну, и еще прошу заметить, что за класс ставка из подкаста Аскар Аскаров победит в третьем-четвертом раунде. И там еще надо, как бы, отметить, Арсен рассказывал в подкасте, что Аскар Аскаров такой вот именно спортсмен разносторонне развитый, сильный, что он бойцов своих противников. То есть обычно как? Разносторонние бойцы, они используют следующий ключ в победе. То есть, если, например, у противника очень сильно развита борьба, они стараются вести бой в стойке. Если у противника, например, хороша стойка, да, но плохая борьба, они начинают приводить парты, работать как-то в этом ключе. То есть, ну, тут можно элементарно привести пример того же самого Димитриуса Джонсона, например, да, чемпиона UFC, который просто хорош во всем. То есть он борцов в клинче напинывает коленями, там каких-то гребблеров, лютых джитсеров, он в стойке расхерачивает, как рейса, да. То есть, у него всегда есть свой ключик, чтобы воспользоваться слабыми сторонами спортсмена, противника. Аскар Аскаров, он именно, скажем так, на территории своих оппонентов, он их давит. То есть ударников в стойке бьет. Да, джитсеров там душит, короче, борцов борет, как бы, ну, такой. Причем, это не Леон, а очень хороший гребблер. Да, да, то есть это прям, ну, конечно, респект и уважуха, абсолютно. Очень крутой боец, по праву носит пояс чемпиона, как бы тут вообще без разговоров, абсолютно. Порадовался. Вот, как-то так, да. То есть, ну, вот, поэтому, собственно, хоть ACB в целом, на самом деле, был очень абсетный турнир, очень абсетный. Абсолютно, да. При матч-садке очень многие не зашли, кстати. Там вообще фавориты все поотлетали к херам собачьим, там, и за 1,2 коэффициенты, за 1,3, там, все на свете. Поэтому, как бы, такой результат по лайву, это отличный результат, также почти 4,5%. Вот, не без ошибок, но в целом, как бы, плюс, и это радует. И вот, почему и надо лайвить, друзья. То есть, ну, это, как бы, позволяет какие-то, вот, допустим, там, бывает зачастую, что у тебя приматч, все хорошо, но ты в лайве минусы, но тем не менее доволен. Бывает, что и в лайве хорошо, и приматчи хорошо. Бывает, что приматчи не зашли, и ты, как бы, чисто на лайве хорошо поднимаешь. То есть, тут по-всякому бывает, поэтому. Ну, я за лайв, безусловно, и это лучше помогает, вообще, в целом, анализировать в дальнейшем бои. Абсолютно согласен. Абсолютно, когда ты в записи смотришь, это совсем другие ощущения, это совсем другие, потом, воспоминания. Другое дело, когда ты, ты, прям, хронологично у тебя, как по кирпичику, все в голове выстраивается в дальнейшем. Согласен, как бы, полностью. Поэтому я потихонечку, как бы, отечественные наши турниры подтягиваю, но пока, пока, как бы, вот, ну, более или менее, хотя бы, что-то стало разбираться, узнавать, имена хотя бы запоминать. Вот. Ну, и параллельно с ACB нашел турниром один челлендж 76 и Лоев против Невзорова. Причем, хочу сказать спасибо всем, кто помогал, ну, помимо вот меня и Миши, очень сложно лавить сразу два турика, а не в одно и то же время. Вот. Всем, кто какие-то давал советы, рекомендации, тем тоже спасибо, ребята. Ну, тем не менее, как бы, хоть этот турнир тоже оказался очень сложным для Лаева, тут у нас получилось суммарно 4 минуса, 4 плюса. Ну, как бы, здесь, на самом деле, реально, была очень хорошая дана рекомендация по подкасте, что ставьте на всех ингушей, и все у вас будет нормально. Ну, здесь реально, вот, на каком в Лаеве поставили, кто победил. Ингис Ханас, Доев, коэффициент 1,92 под полпроцента. Хамзат, Сакалов за 1,82 по 2 процента. Мавсар, Евлоев за 1,4 по 2 процента. Но были и минусы, а не без этого, вы сами это все в статистике видите, я сразу после турнира выкладываю. Хочу отметить также, что у меня были какие проблемы с компьютером в этот момент, или, кажется, я лайвил ССБ в какой-то момент, а Миша переключился, отвечал за М1 и дал очень хорошую ставку на Тимура Нагибина по 5 процентов от банка. Хочу сказать спасибо. Ну, там, как бы, да, там именно даже дело было не в каком-то приматч-разборе или в чем-то еще, там просто был момент, что Бразил, по сути, там же Бразил был, да, или Перванец. Да, да, я вспомнил, у меня отключилась трансляция на пареньке, вот в чем было дело, я даже бой не смотрел. Там, по сути, Бразил забрал первый раунд, а во втором то ли сдох, то ли какую-то травму получил, то ли что, там просто был момент, когда он просто взял и на жопу усял. Сам, ни от удара, ни от чего, просто взял и лег. Ну, и стало понятно, что, скорее всего, там какие-то проблемы со здоровьем, а коэффициент Нагибина был 1,85, под 5 процентов забирали вообще без разговоров, то есть, потому что, ну, и, как бы, он, соответственно, додавил, сделал свое дело. Простите, у меня что-то тут с горлом, я вообще болею, я про это попозже хочу сказать. Ну, вот, ну, в целом, как-то так, особо в имена можно не удаваться. Там на Бочкова ставили, на Сарафа ставили, там, очень-очень-очень конкурентные были, на самом деле. Там реально ход боя менялся из раунда в раунд, то есть, боец бывает, первый раунд забирает, потом во втором, третьем сливает. Это, причем, из раза в раз было. Причем, хочется сказать еще отдельно про бой Ильнура Вилеева и Залимбега Амарова, какую дичь там натворили. Но это была реально дичь, пацаны, потому что Ильнур Вилеев очень грамотно вел бой, старался не пропускать Залимбега Амарова на удобную ему позицию, то есть, партер, очень хорошо защищался от тейкдауна и очень хорошо просто накидал ему, перебоксировал с ручек. Вот, и с рук очень хорошо ему накидал. Я, я не знаю, можно было дать ничью, можно было вообще дать Ильнур Вилееву бой, но как еще судья поднимал, когда Ильнур Вилеев вышел там, кажется, на позицию болевого или удушающего, я тоже охренелся этого момента. Тут очень-очень был странный бой, очень странные судейские решения, очень странно рефери себя вел. Не знаю, тут и причем уверенно отдали единогласно, просто сказали единогласно победил Залимбега Амарова. Без очков, без ничего. Что наталкивает на мысли? Да, я просто, вот на каждом турнире есть всегда вопросы по судейству. Вот здесь это конкретно побои Амара Вилеева. То есть это стандартная практика, когда неактивный партер и рефери видит, что долгое время, не знаю, 10, 15, 20, 30 секунд ничего не происходит, ни смен позиций, ни нанесения ударов, он поднимает бойцов в стойку. Это нормально. Но есть позиции, с которых стойку не поднимают никогда и нигде на нормальных турнирах. Это доминирующие позиции в партере, то есть маунт и фулл маунт. С таких позиций, то есть фулл маунт и бэк маунт, то есть когда человек за спиной контролирует полностью, либо сверху сидит на оппоненте, да, лицом к лицу. То есть именно сидит, не в гарде трепыхается, не что-то там еще. С таких позиций не поднимают в принципе, потому что это полный контроль оппонента. И еще не поднимают при попытках каких-то там болевых удушающих, даже если она вялая, даже если там что-то еще. То есть если противник захватит, и он с него выйти не может, и там есть как бы опасность для суставов, для пережатия дыхательных путей, с этих позиций никогда не поднимают. Это был момент, когда Амар как бы попытался проводить тегдал, вели его, и тот его взял на захват, ну такой стилистически похожий, типа там на Брабе Чоук, там Дарс Чоук. То есть ну грубо говоря, ну без контроля корпуса. Вроде бы не опасно, но тем не менее, шея оппонента как бы зажата. Да, и могло что-то получить. Да даже ну как бы это в любом случае, это охереть какой дискомфорт для оппонента, то есть ему трудно дышать. А рефери такую не подсадовать в стойку. Ну это ничто. Причем другие там залеживали по 5 минут, вот как они просто легли, и вот так вот, они даже не били по тому же бою Данила Арепева. Данила Арепева, хочу сказать, шел фаворит там при матче, и там вроде на бумаге все было за него, нокаутеряющая мощь сидела, но не учли, что полное отсутствие борьбы, и Евгений Горчаров просто все три раунда, буквально с начала раунда, повалил, и просто провалялись по 5 минут, они вот даже их не поднимало, ну что делать, вот такие. Бывают нюансы, да, но хочу заметить, что и на этот бой-то конечно в Лаве ничего не ставили, то есть просто сидели и охеревали по тихой грусти, или на Веливо брали, а вот на Веливо. А, Веливо, нет, мы Веливо брали, потому что думали, что он будет, ну точно там была победа близкая. Ну имела смысл ставка за коэффициент 2.45, вот. Да, посчитали, что по делу, но не прошло. Ну вот в целом, собственно, вот такие вот результаты по отечественным турнирам, и далее, соответственно, мы переключились уже на UFC. Вот, на турнирах UFC, как бы, за лайф отвечаю я, по большому счету, да. Хотя там, опять же, тем, кто не в курсе, как мы в Лаве сидим, там вот на этих турнирах у нас сидело больше 10 человек на каждом турике. Вот, все делятся своим мнением, общаются, рассказывают. Там, по-моему, человек 15 нас или 16 было, что ли. Довольно много человек вытягиваются от лайф, что радует. Никто никому рот не затыкает, соответственно, все, как бы, общаются, сами там дают какие-то свои, там, ну, рекомендации друг другу, люди друг с другом общаются, но конкретно, когда касается именно рекомендаций, которые заносятся в статистику, они звучат следующим образом. То есть, либо я, либо Арсен говорим, такая-то ставка под такой-то процент от банка. То есть, вот это, грубо говоря, кодовое слово, процент от банка. Такая пара слов. Это именно когда официально ставка. Да, и это мы потом заносим статистику. Вот, то есть, чтобы без наебала, без ничего. Вот лайф у нас получился на UFC, у меня получился крайне беспонтовым. Если вкратце, могу объяснить просто. У меня бывает, короче, как. Я очень поздно ложусь спать, смотрю много турниров, там, анализирую, за группой слежу. И, в целом, моих дневных высыпаний мне хватает. Но бывает такой момент раз-два в месяц, когда все, силы кончились. У каждого такое бывает. Я после двух вечеров, блядь, лайва, просмотра турниров, все, меня убило. Плюс к этому, короче, я еще и заболел. Ну, по голосу, наверное, даже слышно маленько, я не знаю. Постоянно хочется кашлять, першить в горле. Ну, короче, в общем, где-то мне терпения не хватило, удачи не хватило. Где-то я просто ошибся, анализом там, да, пролетел. Ну, в общем, как-то так. Наверное, по порядочку пробежимся по боям, да? Да, давай. Так, ну, соответственно, первый бой у нас был Гектор Сандавал против Мэтта Шнила. Очень конкурентный бой, очень были, ну, предполагался конкурентный бой. Очень были близкие коэффициенты. И сначала был чуть-чуть небольшим фаворитом Сандавал. Ближе к турниру он стал чуть-чуть андердогом. И это, кстати, не странно, потому что просто, когда посмотрели на вешалки, да, преимущества в габаритах, в ричи. То есть, ну, как-то психологически хочется поставить на более большого, скажем так, бойца. Более-более отличного, более большого. Да, да. Потому что рич, как бы рост, это, знаешь, такие решающие факторы. Ну, там, где есть борьба, а когда даже, знаешь, Гектор Сандавал олимпийского-то борца в первом раунде, там, валял. Да. Как бы это уже совсем другая история, но такие факторы, знаешь, мало кто рассматривает. Ну, в целом, что могу сказать? Радует, что хоть в подкасте мы это обсуждали. И если кому-то было полезно, то отлично. Да. Ну, как бы мнения разделились, там, по-моему, Влад был за Шнила, ты был за Сандавал. Я, по-моему, что-то тоже вроде про Сандавал олимпийского-то говорил, хотя не могу утверждать на самом-то деле. Потому что к тому моменту я еще до конца не решился, что с этим боем делать. Но в итоге дал платную ставку по 2,5%, на Гектор Сандавал, и коэффициент там почти 2. На тот момент был, как бы, я абсолютно об этом не жалею. Ну, по Лаеву тут ничего не было. В первом раунде все закончилось. Да. Причем, такой жесткий был бой, что, по-моему, весь раунд были коэффициенты закрыты, по-моему. Да, потому что напряженно. И там Эсей, этот, Шнелл мог его там, кажется, засобнить, да, если не ошибаюсь. Вот, и Сандавал там попался. Ну, потом просто сыграло роль, что Шнелл, ну, просто пробитый, очень сильно пробитый, хоть и молодой. Ну, здесь вообще, на самом деле, турнир про битосов был, на самом деле. Да, в общем. Вот. В этом вообще отдельная победа. Да, здесь, собственно, дальше у нас Барберена против Джо Проктора. Да. Ну, я, на самом деле, предполагал, что будет бой достаточно конкурентный. Мне так казалось. Вот. Поэтому я просто брал в пресс платный тройник Брайана Барберена. Там пресс бы по 2,5%. Дальше определимся, какие там были события еще. А в Лаве просто смотрел. Ну, и опять же, здесь толком-то ничего сделать-то не успели. В первом раунде нокаут. Вот как-то так. Барберена уверена. Да? Абсолютно. Ну, многие забирали тут, как бы, не надо быть синипедей во лбу, как бы, чтобы понять, что это фаворит абсолютно оправданный. Конечно. И как бы был абсолютно неплохой. Да. Хороший боец, при том, что Джо Проктор ранее выступал в легком весе, тут 2 года не выступал, там, или год там с небольшим. То есть, ну, тут все было против него. Что тут можно сказать? Это, как бы, читалось абсолютно, как бы, честно и понятно. Следующий бой, Алексис Дэвис, Синдия Дендуа, вот, на этот бой, соответственно, я давал приматч-прогноз платный под 1% Синдию Дендуа. То есть, я предполагал, что это будет, ну, грэплинг-схватка чистая, да, и, как бы, с учетом там преимущества какого-то в габаритах, в скиллах, да, Синдия Дендуа реально имеет шансы на победу. Вот. Ну, собственно, что я увидел? Конкретно, очень-очень близкий конкурентный бой, реально. То есть, тут даже чисто по борьбе она, она валила в основном Дэвис, она ее валила. И та уже сама там что-то в партере пыталась свипать, там какие-то болячки накидывать или что-то еще, и так ничего накинуть-то и не сумела, по большому счету. Ну, я не знаю, наверное, здесь все-таки решила то, что она в стойке, именно в стойке была, скажем так, более успешна, чем Синдия Дендуа, у которой стойки вообще нет ни хрена. Согласен, согласен. Но вот все зависит от того, как оценивают судьи, какие судьи попадут сюда. Лично мне показалось, что очень-очень близко, как в одну и так в другую сторону могли отдать. Дэвис за то, что в ударной технике она накидывала больше ущерба, а Дендуа очень хорошо контролировала ее, там в топ-позициях контроля, как это называется, очень-очень сильно перевесила, мне кажется, она Алексей Дэвис, тем более ко второму, к третьему раунду. В первом раунде она уж точно проиграла, но ко второму, к третьему раунду, я думаю, очень близко она могла забрать. Я считаю, что должны были дать ничью или же Дендуа очень близко, но, тем не менее, отдали сюда и можно быть согласны, как и с тем, и с другим. Ну и говорю, здесь в таких боях, там все зависит от личных предпочтений, но в целом, если посмотреть по западным экспертам, да, всяких разных новостных порталов и мамашных, все-таки там явное большинство, прям явное большинство за Дендуа. Ну, как бы 29-28, там, по сути, все решало один раунд. Чуть более успешной была бы Дендуа и отдали бы ей. Поэтому ставка, я считаю, вполне оправданной, тем более, там, коэффициент был 3-3. Как бы найти конкурентный бой с таким коэффициентом, это, как бы, сложновато бывает. Что хочу отметить, она неплохо себя показала и стоит приглядываться к Дендуа по следующим боям в UFC. Ну, я думаю, что каких-нибудь прям именно ударниц, да, которые там слабо знакомы с партером, она будет просто, ну, проходите, переезжайте. Ну, как это, собственно, было с ней в Инвикте, она и Меган Андерсон, нынешнюю чемпионку, там, да, 66 килограмм прошла. И там она с Джесси Миндюк дралась, просто ее, там, каким-то бульдогчоком задушила, там, какой-то херней, там. Ну, то есть она... Там реально хорошая крепление. Вот, ну, ладно, не будем, наверное, заоставить, там, сильно внимания, было, да, было. Вот. Следующий бой женский, пена против Дэниэль Тейлор. У меня, если честно, на этом бою вообще пердак сгорел. Мы там еще с Арсеном немножко успели покусаться, потому что, ну, бой был очень равный, как бы, да. А Арсен отдавал предпочтение именно по ходу боя Тейлор. Я видел все-таки преимущество какой-то Джессики Пены. И вот именно это была первая ставка в лайве, которая, и к тому же, которая не зашла. Под 1% от банка Пену за коэффициент 2.95. Вот. Я считаю даже, что это очень хорошо, наверное, это и в лайве. Не то, чтобы повеселило, было интересно наблюдать все-таки по нашим спорам, да, слышать. Все-таки каждый высказывал какие-то свои, там, нюансы, или как он видит бой, какие предпочтения. Вот. И мне кажется, это все-таки интересно прошел бой, интересно прошел лайф по этому бою. Ну, я просто, как бы, что могу сказать. Я, безусловно, то есть, я вообще как считаю, то есть, и вот опыт, как подсказывает. Многие судьи, когда видят равный бой, и вот и в первом, втором раунде, они зачастую отдают первый раунд, например, одному бойцу, а второй раунд другому, чтобы, ну, реально. Реально это говорил. Да, чтобы понять, ну, как бы, чтобы понять реальный исход боя, нужно, как бы, посмотреть третий раунд, реально, чтобы третий раунд решал. И я считал, что, ну, по раундам 1-1, и реально, кто в третьем, ну, выиграет третий раунд, тот и победит. Ну, и третий раунд, ну, по крайней мере, по ходу боя, как мы смотрели, ну, его забирала пена. Вот, как мне так показалось, вроде мы в этом мнении были единогласны. Я лично, безусловно, согласен, что в третьем раунде пена зарешала, но лично, вот, мое субъективное мнение, что первый-второй раунд все-таки Даниэль Тейлор забрала за счет, как мне показалось, опять-таки, имха, мое мнение, за счет классного бокса все-таки больше ущерба, больше было попаданий именно по морде пены, и пена очень плохо защищала, как мне кажется, лицо свое. Ну, я здесь, как бы, я здесь уже спорить не буду, тут понятно. Мне казалось, что пена, наоборот, больше чистых прямых ударов наносит, там, и правую она кидала, там, и колени подключала. Колени были хорошие, колени и партер. Да, ну, вот, собственно, когда услышал решение, потом посмотрел на карточки, я, конечно, был сильно удивлен, когда двое судей, двое судей реально отдали первый-второй бой, первый-второй раунд Тейлор. То есть там уже третий раунд вообще ничего не решал. А еще больше меня удивил третий судья, который первый раунд отдал Тейлор, второй пенни, а третий раунд отдал Тейлор. А, вот так он делал? Я вообще охерел. Вот это странно, конечно. То есть получилось 29-28 на всех карточках, но вот третий судья, по-моему, там, что-то курил, короче. Ну, кажется, перепутал, перепутал раунды. Или имена перепутал, короче, убав. Ну, может. Я уж не знаю, ну, там, ну, в общем, странно это все, вот, как-то так для меня было. Вот. Так, я не знаю, у меня тут стрим, что ли, подвис, я не пойму. Надо подобновить, наверное. Просто картинка зависла. Так, ну, в общем, вот как-то так, да. Так, ну, следующий бой, что у нас, Хольцман, Макбрайт. Да. Ну, у меня Хольцман, я сразу сказал, что я не особо филен, в принципе, и подкасты тоже не особо его разбирал. Ну, у меня Хольцман был вот именно в платном экспрессе, в тройничке, вот, потому что победа его была вполне очевидна. Ну, и бой-то показал, хер ли тут говорить. Там, да, в некоторых моментах Майкл Макбрайт удивлял, хорошо восстанавливался после тяжелых попаданий. Ты знаешь, да. Но, как бы, один хрен. Один хрен. Блин, ну, он абсолютно не был. Но он залетный парень, пиздец. Но он веселый, реально, весело было. Да, весело было, весело было, это бой смотреть. Ну, как бы, Скотт Хольцман забрал, нормально, все хорошо, вот, можно на этом не останавливаться. Вот, ну, здесь Артист Морена, вот, тоже очередной бой, на котором я подобжегся, именно не в приматче, а в лаве, потому что приматч я его не забирал. Сам, грубо говоря, душой топил за Морена. И там даже, вот, я выкладывал скрин с голосованием перед турниром прогнозиста. Это решил все, один голос. Там два голоса решил. Так, там фишка какая, там голосование было, 90 голосов за Морена, 88 за Артиза. Я посмотрел, кто голосовал, там же, когда наводишь, высвечивается, кто голосовал. И если есть какие-то твои друзья, и ты, например, голосовал, то они первые. Там, собственно, мой голос и твой голос, короче. Да-да. За Морена, да. Ну, я и в подкасте его, все-таки, все-таки мне он показался очень талантливым пареньком, который будет расти, будет уверенно расти. И, ты знаешь, удивил он меня. Я думал, он все-таки он решением заперет, я все-таки думал так. Ну, он удивил, там был отличный хоккейк с разножки, малыш, вообще, ударная, ударная стойка меня его удивила. Ему нужно больше, мне кажется, в физическом плане прибавлять именно физике. Все-таки, мне кажется, он чуть-чуть будет уступать, там, вот этому топу, который топ-то били, топ-5 там. Ну, он молодой еще, грубо говоря. Да. Он успеет. Ну, просто, когда начался раунд, я увидел вот именно то, что Дастин Артист хорошо защищается, передвигается, проводит трейкдауны. Он там контролировал бой. Да, забрал, получается, за 1,7 по 2,5% от банка. Первый раунд он забрал, без разговоров, собственно. Нокдаун. Ну, господи, там, три трейкдауна, почти 4 минуты контроля, там, вообще, без разговоров. Вот, ну, а второй раунд, собственно, тоже вроде как все хорошо начиналось, потом нокдаун и до свидания. Ну, как бы и в лаве я это тоже выражал, что во всех аспектах, именно, что касается вот грэпплинга, контроля, там, да, вот именно в этих аспектах. Артист сильнее, но Морено больше по сабам там специализируется, если у него есть шансы, то это на срочках. И вот, собственно, так и получилось. Кто, что, кто же думал-то. Вот, в общем, как-то так. Что, дальше идем? Да, давай, дальше. Дальше у нас Лекис против Алви. У меня был прематч прогноз все-таки на Алви я брал по 2,5%. Вот, в лаве, по-моему, мы ничего так не давали, да? Ага. Вот, ну, вернее, я ничего не давал все-таки. Я не буду, я не буду. А детально не давали? Да, я не буду ответственность перекладывать на Арсена сейчас, потому что за UFC, по крайней мере, сейчас отвечаю только я, поэтому. Мои ошибки, это мои ошибки, вот. Вот, как-то так. Ну, по бою, собственно, что я увидел? Просто в последних своих боях, что показывал Алви, он первое время там, знаешь, пизды получает. Да. Потом у него, ну, скажем так, включается в голове, как бы, понимали, что нужно идти вперед. И он всегда в последних своих боях, у него получалось переломить ход боя. Как это было с Марквардом, как это было с Николсоном. Но вот с Летисом, видимо, тот ему все-таки эти ноги-то отбил, колени, пляшки. Ноги отбил, и все-таки Летис уже, как, я просто хочу, да, подчеркнуть, в подкасте, кажется, говорили об этом, и вы вроде сказали, что, ну, знаете, точно сильнее, и там оппозиция была очень хорошая. Ну, понимаешь, что это у него вопрос в мотивации его, и вообще, потому что, реально, я на самом деле еще дополнительно убедился, несмотря на то, что он победил, что, ну, он как боец, он умер. Ну, да, он что, 105 точно не протянет. Там все, там, если в дальнейшем бою он выставит более-менее какого-то нормального оппонента, ну, пизда ему. Мне кажется, тот же Юрайя Холл его просто убил. Да его там любой сейчас в дивизионе может убить, реально, вот если это не будет такой тупорылый, как Алви. Потому что, ну, там, там, реально, там был D-класс от Жотки, а с Алви, ну, он просто, он абсолютно боялся вообще как-то сократить дистанцию, только кидал кики, и все. Честно говоря, я думал, что он полезет в партер, но стоит отдать должное, он именно на дистанции просто грамотно переработал. Нет, он пытался переводить, там, даже 7 попыток тригдауна было, но почти все Алви смог остановить. Честно говоря, я вот так одним глазом смотрел бою, тут, да, тут, сюда, я и боксерский поединок, там, лайвил. Ну, в общем, как бы у Алви были шансы, на самом деле, победить, реально. У него были шансы победить, но, вот, видимо, все-таки полученный урон по ногам, там, в самом начале был лоукит неприятный в колено, после которого, а мне показалось сначала, что не было ущерба, да, но потом видно было, что Алви прихрамывал. То есть, он не мог, не мог догнать Лейтиса, который, ну, явно же прям велосипедил, короче, везде. Но Алви, в принципе, как-то странно двигается просто, и поэтому я, то ли это ущерб был, то ли он прям... А я вот тоже сначала не просек, я думал, что все нормально, а потом все-таки было видно в некоторых моментах, короче, что все-таки есть ущерб, есть. Там, причем, там лоуки грязный такой, прям в колено был, понимаешь, там. Но лоу это жестко. Вот, как-то так. Вот, ну и, собственно, дальше у нас Перри против Элленбергера, Перри против Элленбергера здесь, здесь у нас, я дал Майка Перри. По 2% за 1,7. Да, было. Как бы, собственно, ну, что здесь рассказывать, вырубил к храм пробитого Джейка Элленбергера, но стоит отдать ему должное, тот должное, тот успел потрепыхаться и даже так нормально провел пару там ударов, нанес хороших серий. Вот, скиллы-то есть, здоровья нет уже. Да, да, просто нет именно крепости, что ли, я не знаю, не может принять удар, выдержать. Ну, там и удар такой был страшный, пиздец. Ну, это... Там, реально, там такой локоть, жесть. Там, причем, там еще фишка была такая, что он просто Элленбергера локоть не видел этот. Он просто его не заметил. Он снизу прилетел прям. Что-то, вот, можно сказать, именно похоже было в UFC, например, по бою Криса Вайдмана и Марка Мунинса. Но там, конечно, чуть по-другому шел. Там он его встретил, там навстречу в Аттем попал. А тут же красиво это было. Да, да, а тут просто бум, и все, и человек просто ушел. Там, мне кажется, любой бы ушел, на самом деле. Да, это было убийственно. Тем более, это все знают, что переход и идет, но удар у него будет здоров. Да, там руки-то пиздец. Да, там страшные руки. Вот, как-то так. Ну, вот, собственно, один из немногих плюсов на этом ивенте именно в лаве. Дальше у нас был Лоузен против Рея бой. Да. Я давал при матче ставку на Лоузена под 1% за коэффициент 2,6. Именно вот исходя из того, что даже говорил в подкасте, вспоминая именно против Патрика, бой с Тиви Рея в Бразилии, где от него залежали просто там без шансов. Вот, думал, что Лоузен способен нечто подобное повторить, и уж тем более, как бы, да, по итогам первого раунда, там, 3 тейкдауна, 4 минуты контроля, там, полная доминация, как бы, он был близок к этому, скажем так. Сразу хочу сказать, а ты просто объяснишь, почему так. Хочу сказать, что Мишу ограбили, и, в принципе, всех нас, кто ставил на ничью, просто ограбили. Нас ограбили, и у нас не зашла ничья за кэфф 67-70. А ты объясни, почему, Миша. А я объясню, собственно, все мы знаем прекрасно, что если брать стандартный бой, где, там, кто-то выигрывает раунд, кто-то проигрывает в таком близком противостоянии, да, а судьи отдают счет, допустим, 10 очков победителя, 9 очков проигравшему. То есть, 10-9 по раундам, да. И, но, но, особенно даже с учетом нововведенных правил, да, когда есть, прям, явная доминация. То есть, ну, судьи им, скажем так, сказали, ребят, ну, давайте вы смелее ставьте 10-8. Особенно, когда полная доминация идет от одного из оппонентов в бою. И что можно сказать по раунду, по-первыхому. 4 минуты контроля, 3 тейкдауна, попытка Саба, 19 значимых ударов и 30 ударов всего против 4-х значимых ударов от Стиви Рея. А Стиви Рей там и уже с разбитым лицом из-под него вылазил. И, ну, в целом, это полная доминация на протяжении всего раунда от Джо Лоузена. Реально. То есть, и даже когда по ходу боя в Твиттере чекал мнение экспертов, да, там, как бы, ну, я все это читаю, проверяю, ну, как бы все сходились однозначно в том, что за этот раунд нужно отдавать 10-8. Второй раунд, ну, то есть Лоузен, то есть 10-8. То есть, далее Стиви Рею нужно было либо побеждать досрочно, либо забирать раунды крайне уверенно, тоже давать доминацию 10-8 хотя бы в одном из них. Второй раунд был, на самом деле, достаточно близкий. Там опять был тейкдаун и 2,5 минуты контроля почти от Джо Лоузена. Но все-таки ударов нанес больше Стиви Рей, а этому сейчас отдаются, ну, как бы, большее предпочтение. И я, как бы, ну, абсолютно справедливо, да, полагал, что должны отдать раунд Стиви Рею. И тут все решал третий раунд. Вот здесь мы, собственно, и забирали ничевечку уже за 67. Далее, что, был контроль от Лоузена. Были удары, там все было нормально. Но Стиви Рей прям реально смог в стойке набросать, особенно под конец раунда было очень много хороших атак. Но, повторяю, нокдауна даже не было. И хоть он и перебил достаточно сильно, но это не было доминация на протяжении всего раунда. Нокдауна не было, ничего не было. То есть, да, он забрал раунд уверенно, но отдавать его за 10-8, ну, как-то очень глупо. Особенно, и, как бы, ну, это не то пальто. Это раунд был конкурентный. То есть, по ходу раунда, да, до того момента, пока Стиви Рей не встал, там вообще ничего ясно не было. Вот. И что можно сказать по саудейскому решению? Один судья реально по этому бой дал ничего, именно по тому сценарию, который я и рассказываю. 10-8 Лоузену, первый раунд потом 2, по 10-9 Рею. Один судья, один судья дал 10-8 Лоузену первый раунд, 10-8 третий раунд Рею, и первый раунд посчитал 10, второй раунд посчитал 10-9 Рею. А вот Джефф Мулин, он просто сотворил какую-то дичь. То есть, первый раунд у него, да, не был 10-8 для Лоузена. 10-9 у него был первый раунд. Да, второй раунд он 10-9 отдает Рею, а третий раунд он отдает 10-8 Рею. То есть, ну как бы, ну, я не знаю, на самом деле. А грабил Лоузена в первом, и все. И в третьем раунде ебанул 10-8. То есть, ну как-то так. То есть, я просто еще раз повторяюсь, и Флаве это всегда говорю, и в подкасте, что судейство это очень субъективная вещь. Очень. Очень субъективно. Вот кому как по кайфу, так они и судят. Но эта ставка реально могла бы спасти все, и просто ставить нас в очень хорошем плюсе, реально. Но это должна была быть ничья, но как бы получилось так, как получилось. Это абсолютно точно должно было быть ничья. Вот как-то так. Как-то так. Ну, Дотсон Вайнленд, что тут можно сказать. Да. Казалось, что этот бой не дойдет до решения, и даже дался до срочка от Дотсона. Да. Давал по 2,5% за коэффициент 2,3. Но, собственно, и Дотсон особо бегать не хотел. То есть, перебивал ровно настолько, чтобы уверенно забирать раунды. Да, не рисковал. И Эдди Вайланд как бы бегал, что-то руками тряс, какую-то видимость движения создавал, но ничего не делал, по большому счету. То есть... Да, если можно 5 копеек буквально своей. Конечно. Блотсон просто, как ты и сказал, он не сказать, чтобы там какая-то установка была, просто там держать на дистанции и просто перебивать как-то Вайланд за счет скорости. Он и обострял. Но тут дело даже в Вайланде. Вайланд сам не хотел. Вайланд, контр-атакующий, скажем, боксер в ММА, который именно каким-то одиночным ударом выжидает, чтобы вырубить соперника. Да, может быть, это проходит с медленными, с такими мизугаками всякими, да? С такими мизугаками. А с быстрым Дотсоном, который там, ты уже глазом моргнул, а он у тебя за спиной, и такой херни не пройдет. Дотсон его пару раз потряс даже, помню по бою. Но тем не менее, видимо, была установка от Джексона или от Винклзона, чтобы... Ну уж точно, чтобы не проигрывать, а грамотно вести бой и аккуратно. Да, он тупо-тупо забрал каждый раунд и все. То есть там была сечка слева у Вайланда, сечка справа, нос разбить. Ну, как бы, вот как-то так. Дожимать не стал. Зачем, если все нормально? А ведь мог. Мог, мог. Ну и, собственно, главный крах этого турмира... Ставка зашла под 10% от банка. Что-что? В лайве давал ТВ. А, Дотсон, да. Уже под конец, когда уже все было ясно, давал по 10% от банка за 1,9. Ну, это так, чисто. Да, кто успел, побольше взял. Там за 1,15, там, может, 1,10. Это уже так. Просто, ну, как бы, реально, потому что это уже все, блядь, жб-жбшное. Ну... Вот. Сэн Прю де Лима. Был вопрос именно по Сэн Прю. То есть, каким он выйдет? Таким, как вышел, блядь, с манулой, никакущий, да? Или все-таки будет пытаться что-то сделать? И, реально, я просто увидел ноль мотивации от него в первом раунде. Абсолютное избегание боя вообще. То есть, минимум каких-то активных действий. И грузанул по-крупному на Де Лиму. Хотелось закрыть минус, хотелось забрать. Казалось, все-таки сможет додавить. Дал под 7% за 1,65. Ну, все увидели, что было во втором раунде. Подхват за ножечку и все. И до свидания, блядь. Был проведен очень интересный болевой прием. Да. Блёд. Ну, это уже ММА-матика. Они все вам расскажут. Мы не будем разбирать. Просто я, чтобы ничего сказать, я там не бью себя в гуде или что-то такое, да? Типа, я говорил, я говорил вам, пацаны. Просто тут дело даже не в том, в какой форме вышел Сент-Фью. Мне кажется, Сент-Фью там особо не изменился от своих форм. Нет, это психологический момент. А, психологический момент, да, безусловно, может быть. Но просто Де Лима, вот как по мне, как по мне, я отмечал в фодкасте, но он конченый мешок. И судить его вот из-за того, что там он закончил там все бои в первом раунде, что в UFC, что или там до UFC. Или что он побил Джереми Кимбала, какой-то залетный, полненький там, молодой пацанчик с пузиком. Ну, странно было. На коротком уведомлении. Да, странно было вообще здесь не выбрать Сент-Фью. Но это уже, опять-таки, Сент-Фью тоже тот еще залетный. Он и со Сдемиром удивил, он и до этого удивил. Хотя должен был, я считаю, побеждать он в некоторых боях, которые он проиграл. Но тут уж как сложилось. Да, я помню, мы в подкасте разбирали этот бой, там, по-моему, единогласно Заввен Сосен-Фью все были. Да, очень. Но вот именно по бою, когда он вышел, просто хуйней всякой занимался в первом раунде. Занимался, занимался, безусловно. Я прям подумал, до свидания, как бы, нахер ты шел. Ну вот, получилось так, как получилось. Это, знаешь, как я тоже с Шаломаевым поспешил, или мы, видимо, чуть-чуть поспешили. Да, да, спешка, спешка. Вот это вот ебучее. Простите меня за мой французский. Ну, всякое бывает. Да. Вот. Ну и, собственно, Лаквинта Санчес. У меня была дана рекомендация бесплатная на этот бой. То, что... А, кстати, забыл сказать по бесплатным. На Дендуа Дэви давал ТМ полтора, там что-то за два с чем-то не зашла. И вот ставка тоже за два с чем-то на Эквинту и Санчеса. Вообще, тотал меньше двух с половиной, там за двушку с лишним давали. Ну, прям жир-жирный. Прям реально, прям вообще. И я, по-моему, давал Али Кинта, Диего Санчес, ТМ два с половиной в лайве за 1.87 коэффициент по 2.5% от банка. Тоже хотел сгрузануть сюда до хища, да. Но, тем не менее. Ну, это же бы. Но я аж подумал, это, знаешь, просто будет выглядеть некрасиво, понимаешь. Да. Как будто психологически, короче, подломился конкретно. Я уже смирился, минус, пусть будет минус. Будет показателем, знаешь. Я подумал просто, чтобы было видно, как бы, ну, типа, ну, не всегда бывает плюс. Чтобы люди это тоже понимали. Да, конечно. Вот, поэтому, как бы, и приматч давал его бесплатно. И в лайве, соответственно, сразу сказал забирать. Ну, а вы увидели все, что вы увидели. Как бы, ну, реально, понимаете, все там смотрят на статистику. Да, Диего Санчеса только Лоузен там, да, нокаутировал и то, нефталово, да. Но, извините меня, когда ты всю карьеру в дыню получаешь по полной программе, потом тебе нокаутирует Лоузен, потом ты чуть было не падаешь от Хельда, опять же, без ударного грэпплера. Это уже нужно было думать. И вполне, вполне адекватно, вполне ожидаемо, что выйдет, как бы, нормальный парень с нормальной ударкой и убьет его нахер. Я еще раз подчеркиваю, Ли Квинта это абсолютный топовый, топ легкого веса. И он очень конкурентный, он очень хорошо развит, как в ударной, так и в борцовской, и в креппинге. И в борцовской базе, и в креппинге. Стоит очень присмотреться к нему в следующих боях. Ну вот здесь именно, как бы, в ноутбуке, я считаю, конечно, немалость этого. Подъебнулись, потому что... Оебались они. Это реально, это реально просто. Это настолько была читаемая ставка, что я просто, понимаешь, как бы, это у меня какой смысл, да, в бесплатных рекомендациях. Я туда даю, во-первых, рекомендации, стараюсь дать на, ну, скажем так, какие-то известные пары, интересные, да. И при этом, знаешь, ну, прям такие, ну, очень прозрачные какие-то, что ли. Ну, чтобы, знаешь, не изобретать велосипеды, какие-то не капитаник, не быть капитаном очевидности. Знаешь, в платных прогнозах. Типа, вплатку дал, типа, ну, бы, нахер я вплатку дал, когда ты мне так очевидную ставку, типа, предлагаешь. Ну, вот так, что не получалось. Может, ну, это реально, это была самая очевидная ставка на этот турнир с очень хорошим коэффициентом. Да, бьет. Ну, прям, пиздец. Вот как-то так. Собственно, что тут еще говорить. Ну, и Свонсон Лобов в подкасте, о, блядь, в лаве, когда сидели, ну, я приматч на этот бой ничего не давал абсолютно. В лаве, когда сидели, я просто звучал такую тему, что тут, как бы, ну, за Лобова притопить охота. И если он и победит, то только досрочно. И, как бы, если дает решение, то явно ему не отдадут, там, кап Свонсон его перестреляет в любом случае. Да, ну, уже так, потому что это особо ни на что не влияло. Под полтора процента за кафосин досрочную победу Артема Лобова. Восемь каф. Да, восемь каф. И, знаете, мы, когда первый раунд сидели, мы вообще охреневали смотрели. Мы охреневали, абсолютно. И был бой очень классный. Меня он очень порадовал. Меня также порадовал Артем Лобов. И я хочу передать всем привет, кто там как-то пытался подъебнуть или смеялся на то мной, когда я говорил о крепости, челюсти Лобова, о том, что Лобов, в принципе, неплохой боец. Всем привет, ребята. Всех хочу поздравить с тем, что Кап, конечно, выиграл, но вы все увидели. Лобов достаточно хороший боец. Пусть и корявый, пусть и с открытой стойкой, пусть и у него там перспективы только там какими-нибудь, скажем так, около проспектами или, я не знаю, там топ-15 или топ-10 максимум. Но, тем не менее, с четвертым номером рейтинга, многолетним, причем топом этого веса, с Капом Свонсоном, он очень неплохой поединок выиграл. Да? Да. И стоит, я действительно хочу отметить, что абсолютно точно поддержал Мишу вот с этой ставкой для срочной победы, и причем спокойненько могла она зайти. Да, были моменты. Да, да. Капочин там в некоторых моментах плохо себя чувствовал. Лобов все-таки молодец. Да, безусловно, было интересно наблюдать, потому что действительно был очень конкурентный бой, реально. Там даже шатающийся Лобов под конец пятого раунда уже там полувыдыхший, себя на пропускавший, и то все равно там попадал и создал моменты. То есть там не было прям одностороннего ни одного раунда. В каждом раунде, то есть он нанес там по 20 ударов, по 30 ударов, то есть как бы по стандарту. Ну и первый раунд, соответственно, забрал. Как-то так. Красава лучше. Да, то есть если, ну вот опять же, по прямач прогнозам, именно на эту неделю, на отечественные турниры Арсен ничего давать не стал, именно как в платку там или бесплатку. Он сразу отметил, в подкасте это было, что пусть оно, короче, будет. Сам, во-первых, Арсен очень много рекомендаций именно таких на словах дал в подкасте, и очень в лайве много было ставок, и очень хорошо получилось, все почти залетело. Ну как, имеется в виду, на каждый турнир был плюс, и хорошие ставки залетали. Ну, с UFC получился минус, тем не менее, лайв по этой неделе в целом в комплексе дал плюсовой результат, пусть и небольшой. А если в целом оценить ту работу, которую мы провели в апреле в этом плане, то там, ну я-то сейчас считать не буду, вы это можете сами спокойно сделать, но если так на глазок прикинуть, больше 20% в банку. Я считаю, что это отлично. Именно вот за апрель месяц, и у нас еще ожидается, ожидается, я вчера оно сдавал, будет Глори, но там лайва не будет, может быть, какие-то прогнозики набросаем. Да, я тоже так понимаю. Да, будет ACB и будет Ахмат, по-моему. Так, да? Значит, Ахмата не знают. Я вчера, вчера анонс сдавал. Ахмат будет вроде в мае, нет? Да нет. А, будет еще и апрельский Ахмат? Да, по-моему. Я вчера бросал. Так, это чекарно, пацаны, ожидайте подкаст. Да, то есть как раз определимся сейчас со временем, с коэффициентами. Ну, я реально, я даже сейчас проверю 5 секунд, чтобы не голословить, может, я действительно прогляделся. Вот 21 мая у них анонсирован, просто на стене там висит, на главной там, да, там, в закрепе там, типа, будет турнир. А я вчера в них смотрел, блин, промотал сейчас 5 секунд. ВФЦА 38-38, это 21 мая получается. Так. Сейчас 5 секунд. Я даже на Шердоге смотрел, господи. Ну, если что, если что, вот, ВФЦА 36, 29 апреля, Грозный, спорт холл, Колизей, ВФЦА 36, там, главный бой вечера, Паттера, Кобидзе против Джихада Янусова. О, нормально, нормально. Ну, и там всего, Джихада Янусова возвращается. Всего в карде, там, 10 боев будет. Отлично, разберем, разберем. Да, да, посмотрим, что-нибудь с этим сделаем. Вот, ну, и, собственно, что я хочу сказать. Когда мы начали, лайф именно пытаться, вот, именно, людей уже, как бы, завлекать, да, делать его платным, чтобы отсечь всякий шлаг. Сейчас, потому что цена, она крайне детская. То есть, 50 рублей, я уже несколько раз озвучил ребятам и в подкастах, что это, как бы, первая цена, первый шаг к тому, чтобы отсечь всякий шлаг, который заходит просто так, занимает эти вот слоты, делает, да, создает лишний шум, да, именно привлекал аудиторию, которая хочет лавить и получать рекомендации, реально делать ставки, с которыми интересно смотреть бои. Вот, и, соответственно, опять же, была выработана мной некая модель работы в этом плане. И то, что мы сейчас вот уже сделали, провели, по сути, мы очень много турниров в этом месяце, хватили. И это иностранные, это отечественные. Опять же, хочу отметить, что здесь указаны рекомендации, которые мы давали только в платном лайве. А еще и бесплатно были там всякие белоторы, там еще ряд турниров у нас там был бесплатно. Помнишь, ты там, по-моему, на прошлой неделе, что ли, там было несколько турниров или на позапрошлые. Бесплатные рекомендации. На ЛФА всякие там, что-то где-то там вроде давал. Не, там лайва не было. Я просто помню, ты на какой-то турик там бесплатный доступ давал. На отечественные турики. А, бесплатный доступ? Да. То есть, это еще не результат вообще не по всему лайву, который за этот месяц был. Только по платному. Вот. То есть, для турниров было пролавлено еще больше. Просто столько туриков, что уже все, и не запомнишь. Я просто хочу сказать, что вот именно, я уже понял, над чем нужно поработать и как это нужно сделать. Вот. И мы еще с Арсеном по этому поводу пообщаемся, я ему изложу свои выкладки, чтобы реально обезопасить в некоторых моментах, сделать это все более гармоничным, более прибыльным. Так что, ребята, пока цена такая бросовая, она как раз таки для того, чтобы каждый мог попробовать. Вот. Ну, а в целом, как бы у нас, наверное, уже с следующего месяца будет повышение. Я думаю, старт, первое повышение сделаем в два раза. До 100 рублей, наверное, поднимем. А там будем смотреть. Потому что, есть такой момент, как бы, когда пять человек купил, например, live, это прикольно. То есть, тихонечко сидим, общаемся, грамотно, аргументированно, без лишних шумов, ни у кого-то музыка ниоткуда с микрофона не несется. Когда 10 собирается, ну, уже так себе. А когда вот, например, как на прошлых туриках, там, 15-16 человек, ну, это уже, блядь, у меня голова болела реально на последнем live. Особенно, что там опять-то... Тем не менее, тем не менее, хочется сказать, что более-менее все адекватно себя вели, что спасибо участникам live. Ну, там просто, видишь, общаться уже тяжеловато, потому что... Это да, безусловно. Один говорит, второй хочет сказать, третий перебивает, там, ну, как-то так. Всем спасибо, безусловно, тем, кто пробует, тем, кто лайвит с нами, кому это нравится. Всем рад, безусловно. Ну, очень много людей. Прям... У меня, говорю, еще все это в капачку накопилось, я заболел, хронические невысыпания, вторая там, второй день подряд live, плюс UFC уже под конец, там, после двух турниров, когда уже и так не спал, там, что-то часов 6-7, именно уже смотрел турниры. Короче, очень тяжело. Вот, как-то так. Корсен там сам уже, по-моему, подзалипал места. Да, я так же подзалипал. Тяжко, тяжко, конечно. Да, тяжко. Поэтому будем работать, улучшать сервис, как говорится. Вот. Ну, и спасибо, что вы нас смотрите и слушаете. Вот. Что я могу еще сказать. Сообщество растет, это не может меня не радовать. То есть, я еще вчера, я даже тут замерял недавно, да, вот, по прошлому году, вот, у меня как раз в мае там же подрезали, подрезали 2000 мертвых подписчиков, и было там что-то 6500, но еще года не прошло. То есть, рост, именно органический рост, потому что никакой рекламы не было. Я там пробовал пару раз ролики запускать, там, буквально раза два-три, на такие сторонние паблики. Прирост это никакого не дало. Никакой рекламы, никаких призывов, лайк, репост там, или что-то еще. То есть, просто органическим приростом, потому что людям это интересно, они сами находят, сами приходят. Притом, что и контент, иной раз такой провокационный. Но, тем не менее, сообщество выросло меньше, чем за год, доходим почти на 3000 человек. Вот как-то так. Это серьезно. Да, те же самые подкасты, которые там вообще, в принципе, знаешь, мне как казалось, для очень узкой аудитории, да, там создаются, набирают там, даже на такие некрупные турниры, там, 1300 просмотров, 1400 просмотров. Там, допустим, некоторые подкасты за двушку перелетают. То есть, например, там у нас был, вот у нас UFC 196, там, 2000 просмотров, я это точно помню. ACB подкаст на ACB 55, там вообще 2500 просмотров. То есть, поэтому будем развиваться, будем делать, главное, чтобы вам это было интересно, делитесь своим мнением, так сказать, давайте обратную связь. Безусловно, мне не интересно мнение, вот сейчас будет нецензурно, каждого хуесоса, но есть адекватные люди, которые действительно, их мнение реально интересно. Поэтому, если вы считаете себя, не относите себя к первой категории, обязательно пишите, задавайте вопросы, будем на них отвечать. Вот как-то так. Ну и анонс на следующей неделе я уже давал. Это Glory, это ACB, это Ахмат. Вот как-то так. Ну, собственно, на этом надо, наверное, прощаться. Арсен, если тебе что сказать, говори. В принципе, все было сказано, а черт, я считаю, прошел хорошо, полезно. Всем пока, друзья, остайтесь с умом. Да, если у вас будут какие-то вопросы, пожелания, пишите везде, где вы увидите это видео, там, в комментариях, мне в личку, там, сообщения сообщества, там, куда угодно. Вот. Просто тут, как бы, Арсен немного жалуется, что я ему личку закидываю, всякой херней. Вот, это так. Поэтому, если у вас какие-то, нет, если у вас конкретно есть какие-то вопросы к Арсену, безусловно, пишите ему. Это не вопрос. Если безусловно, я постараюсь всем ответить, просто, если это по делу, если они просто там хрень, слушай, дай ставку там на того-то, на все. Понимаете, вот, друзья, я еще один момент хочу отметить. Вот, мы, люди, люди покупают лайф. Люди покупают, кто лайф, кто платку. И, это неуважение к тем людям, кто купил, если, вот, я каждому буду там, чисто по-братски, там, как-то подсказывать, давайте. Я, безусловно, там могу, как-то подсказать что-то. Вы понимаете, это неуважение к тому, кто купил. Так, почему один дает, один дает деньги, а второму я должен за бесплатно давать. Либо, либо нужно первое уже сделать, либо второе. Но, так как у нас нет никакой монетизации, так как нам нужна все-таки какая-то мотивация, мы, понимаете, не миллиардеры, не миллионеры, чтобы это просто в удовольствие этим заниматься, и, чтобы бросить там свою, свою стабильную работу, стабильный заработок. И так много времени на это уходит. Безусловно, это в радость, это самому интересно, но все-таки это должно как-то поддерживаться материально. Что это не сразу Миша сказал, я пришел к его словам, да, через время. Поэтому, все-таки, пацаны, тут уж не обессудьте, всем говорю, извините. Это просто неуважение к тем людям, кто покупает, именно прогнозы. Да, я просто именно хотел бы отметить, что вот Арсен тут просто недавно не писал, просто есть вопросы исключительно такие технического, организационного характера. То есть, например, а как к вам в TeamSpeak попасть? Это уже, это Миша. Да, с такими вопросами просто лучше ко мне. Или где статистику посмотреть? Или там, а где у вас такая-то инфа? То есть, просто, ну, по таким вопросам уж точно лучше ко мне, потому что я как бы лучше в этом всем подскажу, потому что, ну, все-таки почти весь контент, он на мне висит. Вот. Я уж такими вещами уж точно пацанов загружать не буду. Вот. Ну, потому что, ну, и так реально до хера времени уходит на все, на все про все. вот как-то так. Поэтому будем работать, будем развиваться. Да, всегда есть где развиваться. Вот, собственно, как-то так. Ну, всем спасибо, всем пока. Да, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok